У Кливленда и у их генерального менеджера не было другого выбора, кроме как давать максимально много всего, всех активов для получения Ковена Лава. Потому что Леброн, когда вернулся в Кливленд, сразу дал понять, что он хочет побед здесь и сейчас. И кандидатура Ковена Лава была идеальной в данной ситуации. И, может быть, даже уже при подписании контракта Леброн сразу выразил желание играть с Лавом в одной команде. Поэтому у Уиггинса не было особых шансов сыграть, по крайней мере, в данном этапе сыграть в одной команде с Леброном Джеймсом. Что же касается Миннесоты, то для этой команды однозначно положительный обмен. И Сондерс получил максимально отличный пакет из игроков и пиков за Ковена Лава, учитывая, что он мог через сезон уйти абсолютно бесплатно. Получить два первых пика, получить отличного тяжелого форварда сразу на замену Ковену Лаву Тадеуша Янга. Прекрасно. Интересно посмотреть на сочетание Рубио и Уиггинс, будет ли у них что-то получаться. Определенно за Миннесотой тоже буду посматривать в следующем сезоне. Что же касается Филадельфии, то это, наверное, получил свой последний шанс закрепиться в НБ Алексей Швет. Я очень надеюсь, что у них что-то получится, но пока склоняюсь скорее к тому, что он через сезон вернется в Россию. Команда опять будет сливать сезон. Они выбрали Эмбида и будут ждать его год. Непонятно, как будет выглядеть после травмы Кристофа Ноэль. Продолжит развиваться Картер Вильямсова. Команда опять будет через сезон в лотерейных пиках. И я думаю только через год, если вернется Эмбида, Филадельфия сможет претендовать нам на выход плей-офф. Витископ. Спортивное видео.